...демонстрировать свои достижения. Причём на новой базе, но тем не менее... У нас не будет закрытой экономики. У нас её и не было, и не будет. Вот если кто-то пытается нас в чём-то ограничить, то они ограничивают сами себя. Вот пытаются, ну условно, это к вам не имеет отношения, тем не менее, пытаются ограничить вывоз нашего удобрения. Цены поползли. У них, прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить, значит, наши энергоносители. Опять цены взлетели до небес просто. Там уже моим именем называют инфляцию. А мы здесь совершенно ни при чём. Нет, серьёзно. Но да, это правда. Мы ни при чём абсолютно. Это результат их ошибок. Научные, технологические. Мир меняется. Причём меняется стремительно. Воспитание, здравоохранение, потому что без этого не решают одни мои российские вопросы и так далее. Не было у нас закрытой экономики. То есть была в советское время. Когда мы сами себя вырезали, создали так называемую железную занавес. Мы же создали своими руками. А мы сейчас не собираемся этого делать. Мы не будем наступать на те же самые грабли. Наша экономика будет открытой. Кто не хочет, тот сам себя будет обкрадывать. Уже обкрадывают, создают проблемы. Если дальше пойдут по этому пути, ситуация будет только усугубляться. Да, мы чего-то недополучим. Потому что те, кто это делают, безусловно, имеют определённые конкурентные преимущества, особенно в сфере современных технологий. Это понятно. Но мир, он большой, многообразный. Вот сейчас сказали о Китае, об Индии. Почему только Китай и Индии? Латинская Америка. Да, Африка сегодня ещё, может быть, спит, но она просыпается. Там полтора миллиарда человек живёт. А вся Юго-Восточная Азия невозможно, понимаете, такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить. Регуляторику менять, да, законодательную базу менять. Вот я хочу воспользоваться... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!